Друзья, всем привет! С вами доктор Зайцев. Вы смотрите рубрику 101 совет, как похудеть. И сегодня мы говорим о том, сколько времени есть во время завтрака. Ну, посмотрите на себя, как вы утром питаетесь и как питается, наверное, ну, большое количество населения граждан России. Проснулся уже с опозданием, потому что не выспался и хочется спать. Быстро в турочке кофе или нажал на электрочайник, он закипел. Чашка чая, чашка кофе, какой-то бутербродик и скорее побежал в школу, в институт, либо на работу. И в этом, конечно, кроется подвох и подстава, потому что человек говорит, да я вообще есть не хочу, я не хочу есть. Чему человек не хочет есть? Потому что он ел вечером. Он наелся вечером перед сном и утром, собственно говоря, он еще не голоден. Его желудочно-кишечный тракт не заведен. И очень важно хотеть есть. А когда вы утром хотите завтракать, то есть нужно не быстро, потому что должна вырабатываться слюна, должна работать жевательная мускулатура, жевательная мышца, такой мускулюс массетер он называется. И тогда идут сигналы в желудок о том, что еда начинает поступать. Если мы быстро заглатываем еду, то мы ее буквально слоями укладываем в наш бедный желудок, а желудочный сок еще не успел начать работу. И вот это все бесполезно и бессмысленно. Завтракать утром нужно в течение часа. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы когда-то пришли к такой вещи, что вы утром просыпаетесь на час раньше, достойно приводите себя в порядок, умываетесь, чистите зубы, бреетесь, если вы мужчина, выходите к столу и едите. Но если не час, то хотя бы 35, 40, 45, 50 минут. Вы можете загрузить посуду в посудомоечную машину, вы в конце концов можете пренебречь мойкой, вы помоете всю посуду вечером, но есть нужно достойно и спокойно. Вот тогда вы накормите свой желудок и самое главное свои мозги на целый день. И вы будете точно знать, что вы сегодня ели полноценно, долго, много завтракали. Субтитры сделал DimaTorzok